Всем привет! С вами Татьяна Кузьмина и проект Фаберлик Реалити. Довольно часто вы задаете мне вопрос. Татьяна, какая у тебя самая любимая уходовая линейка в компании Фаберлик? Отвечаю, вот это серия Биройл. Буквально на днях я купила уже повторно сыворотку для лица из этой линейки. Эта серия содержит золото 999 пробы, которые являются отличным антиоксидантом. Экстракты меда восковой пчелы, которые содержат более 600 активных компонентов в своем составе. А также в составе у этой серии, в том числе у данного крема дневного, пептиды, гиалуроновая кислота, коллаген, неоцинамид. То есть эта серия, она включает в себя все активные ингредиенты, которые содержатся по одному или по несколькому в разных линейках. То есть здесь полноценный уход. Посмотрите, какая текстура. Она такая гелеобразная у дневного крема. У ночного крема она немножечко другая. Сейчас я вам дальше ее продемонстрирую. И действительно, эта линейка содержит золотую фольгу. А вот так выглядит ночной крем. Здесь немножечко другая консистенция. Ну, как у обычного крема. И состав здесь все тот же богатый. Сейчас линейка делала у меня выбор между вот этими двумя парфюмами. Рената и дизераба. Смотрите, даже в лакончике чем-то похоже, да? Своим оттенком, во всяком случае. Вот этот Рената, это такой фруктовый, с ярким, хорошим, выраженным, древесным шлейфом аромат. В основных нотах здесь орхидея, розы, черная смородина. Такой красивый флакончик. А в шлейфе мускус, амбра, кашемировое дерево. Вот такой парфюм. И второй – это дизерабль. Дизерабль – это цветочный аромат, тоже с выжженным таким гурманским шлейфом. В основных нотах здесь имбирь, жасмин, орхидея, ноты груши. А в нотах сердца в шлейфе сандал, пралине, мускус, капучино. В общем, действительно такой гурманский аромат. Такими-то нотами они похожи. В общем, интересные шлейфовые ароматы. И однозначно они больше подойдут на вечер, на выход. Вот, кто меня знает, тот хорошо знает, что я люблю кофе. И, конечно же, всякий раз, когда я работаю на промостойке, а сейчас я как раз работаю на промостойке, я пользуюсь услугами вот этого кофе-аппарата. И очень люблю именно вот этот вот кофе Light White. Он с молочком, такой приятный, мягенький. Вот, все услуги под боком. Все, что удобно и угодно, пожалуйста. Банкомат звербанковский, он там по коридору дальше. Вот там тоже еще один банкомат. Ну и я тоже здесь, тоже всем удобно. Подошел, протестировал, определился с выбором, оформил заказик и все. Все, счастье будет у вас в кармане. Поделюсь с вами одним лайфхаком. Вот у меня на промостойке есть такие таблеточки для посудомоечных машин. Я, кстати говоря, их дарю в качестве небольшого презента за покупки моих клиентов. Ну, просто так, за любовь, что называется, иногда дарю. Так вот, в чем преимущество? Во-первых, сама по себе, вот эта таблеточка, она содержит все в одном и отлично справляется со своей задачей. Отмывает всю посудку, все блестит, сверкает. Но, помимо всего прочего, вот эти таблеточки чудодейственные. Их можно также использовать для того, чтобы почистить свою стиральную машинку. Закинули эту таблеточку в барабан стиральной машинки. Прогнали один холостой цикл стирки при 60 градусах. И вуаля, у вас барабан сверкает. Вся накипь, весь нагар отошли. В общем, вот так вот. Такой есть лайфхак. Пользуйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая длинноногая. Я иду за заказами. Вот сюда. А, Берлик! Йо-ху! Здравствуйте! Здрасте! Привет! Я с заказиком. Ну-ка, ну-ка, где этот у нас? Меня Петридастер больше интересует. О, какая красота! Ампулы я тебе заказала. Да, заказала ампулы. Попробовать хочу. Уроку восстановления. У нас же серия есть, вот эта зеленая гампа? Вот она. О, алхимия. Такая коробочка тоже. Да, интересная, да? Сейчас скроем с тобой. А, чай какой-то новый я тоже заказала. Даже уже не помню какой. Для зрения. А, для зрения, зрения. Такой всегда видел. Чай для зрения. Будем укреплять. Вот это я тоже заказала. Да? Мне запах очень понравился. Полин, а какой запах, вот, где для душа откроется? Да, мне кажется, тебе понравится. Запах чистоты. Я помаду, видишь, кучу на конце у нас заказала. О, красота такая. О! Классно, да, понравилось тебе? С оливой, да, получается? Да, и у него запах такой, знаешь, мыло, что ли, шампуня. С оливой, да, понравилось. А это уже другая примерка. Делаю обзор заказа. И вот в заказе у меня была футболочка. Это футболка от компании Фаберлик молочного цвета. Вот с таким красивым принтом в виде цветка. В данном случае Мак. Там у нас другие есть принты. Тоже красивая. И на самом деле футболку я купила почему-то на размер больше, чем мне нужно. Вот сейчас показываю все особенности модели. Но и тем не менее, даже в большем размере она хорошо села у меня по фигуре. Пока у меня есть немного свободного времени на промостойке, расскажу вам про крутецкую акцию следующего, 13-го периода. Это мега акция, когда за покупки на 499 рублей будет вручаться одна бонусная карта, кратная 499 рубля. То есть можно получить большое количество бонусных карт из своей покупки. И в следующем каталоге вы с этой бонусной картой, активировав ее через личный кабинет, сможете получить скидки до 70% на ряд товаров. А все активированные бонусные карты в конечном итоге принимают участие вот в этом мега розыгрыше призов. И здесь три повестки на двоих в Египет, 30 темных колонок, 15 домашних кинотеатров и 1500 новых парфюмов. Поэтому, если у вас еще нет личного кабинета в компании Фаберли, здесь прикреплена ссылочка. Проходите по ней, оформляйте личный кабинет, становитесь годным покупателем и участвуйте во всех акциях, которые предлагает компания Фаберли. Получайте подарки и огромное удовольствие от пользования качественной продукцией. Я сейчас в деревне у мамы. Мы сегодня копали картошку. Сейчас покажу, какую делянку мы пропахали сегодня. О, смотрите, вот здесь росла картошка. И вот это все мы, я, муж, сын с нами приезжал, мы все это пропахали. Сейчас еще вам покажу кое-что вот здесь. Перцы растут. Это у меня сестра выращивает вместе с племянником. Всякие заготовки делают. Смотрите, какая красота в этот период времени. Перцы. О, красные. Здесь где-то вот. Вот здесь еще оранжевые. Шестьдесят. Так красиво. А кто знает, что вот это за растение? Сейчас подойду поближе. Что это такое? Ну-ка, кто на попе сидит? Знаете, что это за ботва? Здесь вот еще зеленушка, салатные листья всякие разные. А вот там бахчевые. Кому карету для золушки. Посмотрите. Огромная тыква. А вот там другой сорт. Маленькие тыквочки. Оранжевые. О, все-таки разные. Слышите, как кузнецы стрекочут? А вот это вот второй огород у мамы. Ну, как огород? Мы здесь ничего не сажаем. Здесь просто земля, скажем так. Вот здесь шиповник. Смотрите, какая красотень осенняя. Яркие такие цвета, краски. Вот это лимонник. Он всегда у нас плодоносит. А в этом году нету ягодок. Отдыхал, не плодоносил. Ну, и там просто деляночка такая. Вот здесь растет такая маленькая яблонька. Ну, смотрите, какие у нее классные яблоки. Сегодня одно мы съели с мужем. Сочное такое, прям твердое, как я люблю, чтобы можно похрустеть. Но не слишком сладкое. Это зимний сорт, наверное. Но, в принципе, они уже вызвали яблоки, по идее. Еще вот такая вот яблонька. А небо какое. Красота, конечно, в деревне. Вообще. Раздоли. Лизанская область. Ну, и пока я нахожусь в деревне, конечно же, мне прилетела регистрация. Вот закономерности у меня существуют. Как только я за порог родного дома, мне прилетает регистрация. И в этот раз то же самое. Пока мы копали картошку на короте, прилетела регистрация. Но уже все норм. Новичка я запустила. Благо, что для этого особо каких-то телодвижений совершать не нужно. Потому что все автоматизировано. Достаточно просто отправить информацию на электронную почту. Связаться с человеком в WhatsApp. И вуаля. Что я, собственно говоря, и сделала. Ворона. Такая ворона прикольная. Прикольная, лосатая. В туалет. Прикольная, лосатая. Сестра привезли из деревни трехлитровую банку меда. Настоящего, домашнего. Видите, у меня со стенок банки стекает. Я сейчас разлила его по маленьким баночкам. Но не сильно много у меня получилось. Мед пока еще не загустел. Вкусный, ароматный, цветочный. И еще у меня сестра делает из домашних ягод, из красной смородины, из яблок, из тыквы. Вот такую пастилу. Тоже очень вкусная и полезная. Вот такие дары из деревни. Помимо овощей. Теперь смотрите. Я сейчас буду его выдвигать. Так, чтобы мне хватило длины. Ну вот много. На самом деле я могу вообще вот его, смотрите, чуть ли не валить. Вот так вот роста от пола до потолка. Ну и, собственно говоря, давайте пойдем по поверхностям. Вот прямо буду там собирать. Он не должен пылить. Он должен пыль эту собирать. Вот там я никогда не достаю на самом деле наверху. Потому что рост не позволяет. А у меня есть три ступенечки, которые также не позволяют мне наверху набраться. Слушайте, ну, не знаю, пыль-то у меня наверняка там есть. Но не пылит во всяком случае. Здесь вот у меня тоже всегда много скапливается пыли. Вот здесь пройдемся. Здесь уже будет видно. Если там наверху я ничего не вижу, то здесь вот будет хорошо видно. Вы знаете, да, пыль на самом деле исчезает. Я вам покажу результат до и результат после. Пыль исчезает. Она не просто исчезает. Она забирается вот в этот пипидастр, и он ее не выпускает назад. Прикольно. Не пылит вообще ничего, не пылит. Вот по телевизору пройдусь. Везде пройдусь. Прикольно. Так, вот она такая, видите, она прям плоская, это микрофибра. И с помощью этой насадки можно забраться вот под этот диван. Потому что у меня под этот диван ничего не завязает. Ой, все прекрасно достает. Вот, посмотрите, я уже пылищи сколько оттуда загребала. Вон, видите, грязюки сколько. Вот так. Это очень удобно. Особенно, знаете, бывает удобно, когда туда что-нибудь зататится, галочка какая-нибудь, болтик еще что-то, пуговичка, и не достать. Вон сколько грязи. Вот тут я пол-то могу протереть. А вот туда забраться обычной тряпкой невозможно. А вот с помощью вот этого приспособления, вот этой насадочки, вот даже собрать сложно. Смотрите, сколько грязи там. О, а я, между прочим, недели две назад генералила, отодвигала, и там все протирала. Представляете, сколько грязи и пыли. Вот так вот. Знаете, что я сейчас делаю? Я сравниваю между собой три парфюмерной водички. Вот это новая парфюмерная вода «Алхимик», «Пуртужор» и «Арванта». На мой взгляд, верхние ноты у «Алхимику» очень похожи на «Пуртужор», тем, что они цитрусовые. Правда, цитрус немножечко разный в «Алхимике» и «Пуртужоре», но все же они чем-то похожи. А вот шлейфовая нота очень похожа на «Арванту». Здесь и фруктовые нотки, и жазмин, и ноты мха. Те же самые ноты прослеживаются и в «Алхимике». Но «Алхимик» более мягкая водичка, более мшистая, что ли, нежели «Арванта». «Арванта» все-таки более яркая, более сладкая. И фруктовые ноты здесь более такие читаемые, нежели в «Алхимике». Одним словом, данный парфюм можно сравнить вот с этими двумя. «Спуртужор» и «Арванты». Нужно твое независимое мнение. Вот у меня три аромата здесь. Протестируй, скажи, а на что вот этот «Алхимик» на что похож вот из этих двух? На молекулу. Нет, я имею в виду вот из этих двух, на что он больше похож? Вот из этих двух? Вот этот и вот эти два аромата. На что похож вот этот, больше из этих двух. Вот этот. На какую? Вот этот. На «Арванту», да? А этот, тут какие-то цитрусовые в «Алхимике», да? Да, да. Ну вот этот вот эти. Все, поняла. Спасибо. Сегодня у меня день потерь. Разбился очередной флакончик парфюма. Кстати говоря, накануне подумала о том, что мне нужно его заменить. И сегодня у меня как грохнется из рук. Это «Бьюти Кафе Каприз». Вот это вот «Бьюти Кафе». Это точно такой же был флакончик, только вот он розовенький. Видите? Короче, все это отправляется в мусорку. Это остатки. Остальное я уже все собрала. И вот здесь прям грохнула на полу. Пахнет сейчас всей этой красотой. Работаю на промостройке. Дверь сама закрывается, открывается и закрывается. Заходите, гости дорогие. Вот открывается. И никто не заходит. Народа сегодня мало. Практически никого нет. Пустой торговый центр. У меня было сегодня несколько заказиков. Но небольших. Там мелочевка из серии «Дом». Кондиционеры для белья мне заказали. Что-то еще. Шампунь. Ну, такое совсем мало чего существенное. Вот. А так в Багдаде все спокойно. Вон, сотрудники ходят туда-сюда. Продолжение следует... Готовлю обед в нашей сковородке Вокфы Берликовской. Видите, такая глубокая сковородища большая. Я потушила овощи с мясом. Внизу, ну, слоями все. Внизу у меня куриное филе. Кабачок, перчик, морковь, лук. Вот сейчас делаю зажавку из лука с морковочкой. Ну, тушу немножечко. Здесь у меня отдельно пассируется мангольд. Листья мангольда. Хочу вот с такими свекловичными листьями сварить супчик. Ну, там уже водичку поставила для бульона. Будет суп из мангольда. Добавлю немножко сюда картофеля. Чуть-чуть риса. И вот такую зажарку. Короче, занимаюсь домашними делами. И листочек выпал у меня. Готовлю обед. Он большой плавал. К тебе. Ну, он это столько много. О, целая группа на сапах плавает. Да? Прикольно. А вот. Витя Николаевна, если вы пропустили ранее, то для вас старайся старая попытка. Крюточки. Никому не показывай секретные документы. Никому не показывай секретные документы. Да, да, секретные документы. Та, держи за нос. Держи. Сиди, сиди ровно. Какой-то туристический слет или корпоратив. Или что-то такое в лесочке. Машина столько. Флаги висят. Люди отдыхают. Мы гуляем. Дубровицы. Пришли отсюда, вот, с этого мостика спустились. Мы подошли к храму Знамения Дубровицы. Идет служба. Там такие олинечки. Ну и пока мы с мужем гуляли по просторам Подольска, в Дубровицах, у нас в команде шел активный движ в одном из командных чатов. И, конечно же, всегда очень приятно получать вот такие отзывы и в адрес нашей команды, и в свой личный адрес. В общем, я очень рада, что в команду приходят люди, с которыми мы находимся на одной волне, с которыми мы являемся единомышленниками. Поэтому, если вы хотите попасть в команду единомышленников, в команду, где помогают, в команду, где наставники работают рука об руку со своими партнерами, то welcome в нашу команду Фаберлик Реалити. Все ссылочки есть под этим видео. И можете написать просто мне в личку и пообщаться со мной на тему сотрудничества. На этом говорю вам всем пока. До новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Увидимся в новых моих видео.